Рассказ Михаила Зощенко «Святочная история». Нынче святочных рассказов никто не пишет. Главная причина – ничего такого святочного в жизни не осталось. Всякая рождественская чертовщина, покойники и чудеса отошли, как говорится, в область предания. Покойники, впрочем, остались. Про одного покойника могу вам, граждане, рассказать. Эта истинная быль случилась перед Рождеством, в сентябре месяце. Поведал мне об этой истории один врач по внутренним и детским болезням. Был этот врач довольно старенький и весь седой. Через этот факт он посидел или вообще посидел – неизвестно. Только действительно был он седой, и голос у него был сиплый и надломленный. То же и насчет голоса. Неизвестно, на чем голос он пропил – на факте или вообще. Но дело не в этом. А сидит раз этот врач в своем кабинете и думает, пациент-то думает, нынче не стоящий пошел. То есть каждый норовит по страх карточки лечиться. И нет того, чтобы к частному врачу зайти. Прямо хоть закрывай лавочку. И вдруг звонок. Входит гражданин средних лет и жалуется врачу на недомогание. И сердце, дескать, у него все время останавливается. И вообще чувствует он, что помрет вскоре после этого визиту. Осмотрел врач больного. «Ничего такого. Совершенно как бык здоровый. Розовый. И усы кверху закрючены. И все на месте. Прописал врач больному на шатырно анисовых капель. Принял за визит семь гривен. Покачал головой. На том они и расстались. На другой день в это же время приходит к врачу старушонка в черном платке. Поминутно сморкается и плачет. Говорит, давеча, приходил к вам мой любимый племянник Василий Леденцов. Так он, видите ли, в ночь на сегодня скончался. Нельзя ли ему после этого выдать свидетельство о смерти? Врач говорит, очень удивительно, что он скончался. От анисовых капель редко кончаются. Тем не менее, говорит, свидетельство о смерти выдать не могу. Надо мне увидеть покойника. Старушонка говорит, очень великолепно. Идемте тогда за мной. Тут недалече. Взял врач с собой инструмент. Надел. Заметьте, галоши. И вышел со старушкой. И вот поднимаются они в пятый этаж. Входят в квартиру. Действительно, лада нам попахивает. Покойник на столе расположен. Свечки горят вокруг. И старушка где-то жалобно хрюкает. И так врачу стало на душе скучно и противно. Эки, я думаю, старый хрен. Каково смертельно ошибся в пациенте. Какая канитель за семь гривен. Присаживается он к столу. И быстро пишет удостоверение. Написал. Подал старушке. И не попрощавшись, поскорее вышел. Вышел. Дошел до ворот. И вдруг вспомнил. Мать честная. Галоши позабыл. Экая думает. Неперка за семь гривен. Придется опять наверх ползти. Поднимается он вновь по лестнице. Входит в квартиру. Дверь, конечно, открыта. И вдруг видит. Сидит покойник Василий Леденцов на столе. И сапог зашнуровает. Зашнуровает он сапог. И со старушкою о чем-то припирается. А старушка ходит вокруг стола. И пальцем свечки гасит. Послюнет палец. И гасит. Очень удивился этому врач. Хотел с испугу вскрикнуть. Однако сдержался. И как был без галош. Кинулся прочь. Прибежал домой. Упал на кушетку. И со страху зубами. Лязгает. Лязгает. После выпил на шатырно анисовых капель. Успокоился. И позвонил в милицию. А на другой день. Милиция выяснила эту историю. Оказалось. Агент по сбору объявлений. Василий Митрофанович Леденцов. Присвоил 3000 казенных денег. С этими деньгами он хотел начисто смыться. И начать новую великолепную жизнь. Одначе не пришлось. Галоша врачу вернули к Рождеству. В самый сочельник.